В минувшие выходные сотни людей всех возрастов приняли участие в акции «Улыбка весны», которая прошла в столице при поддержке партии «Шор». Присутствующие танцевали под ритмы популярной музыки и наслаждались магическим шоу. Акция прошла во всех секторах столицы. Граждане, многие из которых пожилого возраста, не упустили возможности станцевать под музыку в исполнении Яна Райбурга, Каролины Припелицы и других отечественных артистов, которые поддерживали праздничное настроение на протяжении всего мероприятия. По словам горожан, принявших в нем участие, благодаря подобным событиям они могут хоть на мгновение забыть о насущных заботах и проблемах. Присутствующие также насладились магическим шоу. Организаторы утверждают, что подобные мероприятия проводятся, чтобы люди могли провести свободное время вместе. Так, например, председатель Аргеевского районного совета Дину Суркана пришел на акцию вместе со своей дочерью. Он отметил, что партия Шор организует подобные мероприятия, чтобы сделать жизнь граждан хоть чуточку лучше. Это форма благодарности вам, старшему поколению, за все усилия, которые вы предпринимаете. Это форма особой благодарности от председателя партии Илона Шора. Знаете, что он с особой заботой относится к представителям возрастной категории, которые должны выйти на пенсию или уже вышли. Также Дину Суркану призвал жителей столицы всех возрастов принять участие в мирной акции народного сопротивления, которая состоится в воскресенье 7 мая, начиная с 13.00 перед зданием парламента. Это также и ваша миссия – быть неравнодушными к проблемам страны. 7 мая у нас будет еще одно важное мероприятие, и я особенно прошу кишиневцев всех возрастов прийти на эту демонстрацию. Депутат от партии Шор Регина Апостолова заявила, что партия, частью которой она является, хочет обеспечить гражданам лучшую жизнь. С сентября месяца мы выходили и будем выходить на мирные протесты, где мы говорим о том, как хочет и как должен жить молдавский народ. И 7 мая мы, конечно же, опять выйдем на главные улицы Кишинева с вопросами, которые на сегодня должны решиться для молдавского народа, для действительно жизни, достойной в этой стране. Граждане говорят, что выйдут на протест 7 мая. Надо на улучшение жизни людей обязательно. Я люблю Молдову, я живу здесь много лет уже, и я переживаю, хочу, чтобы в ней, чтобы она развивалась, чтобы она шла вперед. Мы должны быть суверенны, свободны, и без войны мир должен быть у нас. В начале апреля Движение для народа объявило о новом протесте, назначенном на 7 мая. Начало акции запланировано на 13.00. По словам организаторов, требования будут такими же, как и на предыдущих демонстрациях. Оплата счетов населения за 3 зимних месяца, отставка правительства Ричаны, президента Майя Санду, досрочные парламентские и президентские выборы. Пресс-секретарь парламентской фракции ПДС Адриана Влас заявила нашему телеканалу, что не комментирует заявления членов движения для народа. Такие же ответы мы получили и от пресс-служб, правительства и администрации президента. В то же время Ирина Гатишан, советник главы государства по связям со СМИ, отметила, что в Молдове каждый человек имеет право на свободу собраний и свободу слова. Ранее власти объясняли рост цен и тарифов войной в Украине и беспрецедентными кризисами, от которых Молдова пострадала больше, чем другие страны. В то же время, по словам представителей власти, российский концерн «Газпром» шантажировал Молдову ценой на газ. Правительство оказало поддержку населению путем частичной компенсации тарифов на электроэнергию в соответствии с категориями уязвимости. Для поддержки населения в зимнее время на выплату компенсации за газ, электричество и теплоэнергию было выделено 5 миллиардов леев. Между тем, партия «Шор» требует полной компенсации тарифов. Запрос был выражен в протестах, проведенных движением для народа, и нашел отражение в законопроекте, инициированном партией. Движение для народа объявило, что требования в поддержку данной инициативы подписали около 800 тысяч граждан. Однако на прошлой неделе правительство дало отрицательное заключение на законопроекты, заявив, что власти уже оплатили половину сумм счетов населения в прошедшем отопительном сезоне.